То, что можно применить, то и применяется. Когда дома, я думаю, стены помогают. Ну, чаще нет, но иногда да. Что считается рецидивом кровотечения? Это будет неинформативно. Наверное, сложный вопрос. То надо всегда уточнять, хотя мне это трудно представить. Через сутки контроль. Его не надо делать. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы сегодня снова с вами в желтой студии. И у нас в гостях Олег Юрьевич Орлов. Здравствуйте, Владимир Александрович. Здравствуйте, уважаемые зрители. Елизаветинская больница. Елизаветинская больница, город Санкт-Петербург. Тема нашего сегодняшнего разговора – это желудочно-кишечное кровотечение. Очень интересно с вами пообщаться по этому поводу, Олег Юрьевич. Это связано с тем, что, во-первых, у вас самая большая экстренная больница в городе Санкт-Петербурге, а их три. Куда везут фактически всех пациентов. И посещаемость порядка 450 человек в сутки. То есть, проходит через приемный покой. Поэтому понятно, что… Это такая максимальная цифра, конечно. Ну да, где-то приблизительно. Но тем не менее, даже вот эта внушающая цифра, она все равно говорит, что большое количество все-таки таких пациентов. А сколько за сутки приблизительно у вас поступает больных? С кровотечениями. Ну, 400 или 450 – это суммарно всех пациентов по всем профилям. У нас очень много травматологии, неврологии, кардиологии и хирургии в том числе. Пациентов с кровотечениями у нас из этого количества, ну, наверное, человек 5-7 в сутки будет. Причем хочу сказать, что пациенты, которые сразу заезжают в противошоковую палату, в противошоковую операционную, и у них диагнозом стоит диагноз направления желудочно-кишечное кровотечения, то есть вот этот момент, который достаточно сложно как бы анализировать и ответить. Потому что если взять статистику, просто из электронной истории болезни, базу, и сколько было пациентов с кровотечениями. Если взять диагнозы направления, там, кровотечения, тот именно у шоковых пациентов, ну, примерно 50%, половина, у них кровотечения нет. А диагноз направления был кровотечения. Они, вот как бы, то есть когда сказать, что у нас было столько-то пациентов с кровотечениями, то надо всегда уточнять, на основе каких данных, это подтвержденное кровотечение или это диагноз направления. То есть тут могут быть такие вот... И вопрос тогда вот, как раз таки вы его коснулись, как организовано у вас? У вас все пациенты, которые идут в направлении с диагнозом кровотечения, сразу в шоковую палату попадают? Нет, нет, конечно, в шоковую попадают только пациенты, у которых есть признаки шока, то есть это снижение артериального давления, там, ЧСС выше 100, там, и так далее. То есть, ну, очевидные явные признаки шокового состояния. Такие пациенты будут дообследоваться и лечиться в условиях отделения противошоковых мероприятий. А остальные куда деваются? А остальные принимаются хирургом в рамках приемного отделения. То есть их принимает хирург дежурный, им выполняется, они уже, но перемещение, то есть они в условиях приемного покоя, эндоскопия выполняется на эндоскопическом отделении, у нас нет отдельного, так сказать, кабинета экстренного, это у нас, понятно, приемное отделение на первом этаже расположено, отделение эндоскопии на третьем этаже. Перемещение таких пациентов должно осуществляться либо на кресле, либо на каталке. То есть даже если у пациента стабильное давление на момент его вот оценки вот в приемном покое, то перемещение для исследования в эндоскопический кабинет и обратно должно осуществляться, и, как правило, осуществляется, именно на вот средствах перевозки пациента. Если он вообще такой... Нет, они же как вот, ну сам механизм, то есть человек привезла скорая, допустим, желудочно-кишечное кровотечение, понятно, что сортировка, если ты тяжелый пациент, он уходит в шокую палату, если пациент не тяжелый, он остается пока в приемном покое. Да, выполняя рентген грудные клетки, ЭКГ сняли, хирург посмотрел, обязательно в этих случаях ректально-пальцевое исследование, фиксация в истории болезни данных, что там черное содержимое, коричневое содержимое. Дальше исследует эндоскопия, а после этого определяется пациент... УЗИ брюшной полости, как правило, им тоже выполняется, а УЗИ должно быть сделано до эндоскопии, потому что после гастроскопии там уже можно просто не смотреть, это будет неинформативно. Так что анализы, крови стандартная, моча и так далее. Если опустить вот эти группы пациентов и вернуться к шоковой группе, которая поступает с признаками желудочно-кишечного кровотечения и шоком, то, соответственно, и требуется эндоскопия, эндоскопия осуществляется прямо в противошоковой палате? Да, прямо там, в противошоковой палате. На данный момент у нас пока эти исследования выполняются оборудованием, которое мы туда перемещаем, то есть это на тележке, и пока это фиброскоп. То есть в этом плане вот обследование шоковых пациентов мы несколько больше ограничены, чем обследование пациентов, которые у нас на отделении, на эндоскопическом отделении происходит. Но в ближайшее время, я думаю, эта ситуация изменится. У нас буквально вот в эти дни должна произойти поставка оборудования, у нас две новые стойки появятся в видео, и вполне возможно, что и эта категория пациентов в шоковой операционной будет такая возможность, что там... Но всё равно это бригада с каким-то набором инструментов, который перемещается туда. А как предпочтительнее всё-таки этих пациентов лечить? В условиях реанимационного, ну или шокового, да, эти профили, либо у себя в отделении? Если говорить про пациентов, которые с реально к желудочно-кишечным кровотечениям, и оно было подтверждено эндоскопическим исследованием, и само лечение подразумевает какое-то эндоскопическое воздействие, если мы шлям эндоскопический гемостаз, либо после этого последовала хирургическая операция, такое тоже может быть, то дальнейшее нахождение этого пациента абсолютно точно будет в реанимационном отделении. То есть он из противошоковой операционной может переместиться только в реанимацию. Варианта, что он с противошоковой перемещается просто на отделение хирургическое, нет. Он обязательно будет перемещен в реанимационное отделение, и там уже уж, по крайней мере, до следующего дня будет находиться, когда уже там будет... Стабилизирует себя показатели и всё остальное. Ну вот вопрос просто предпочтения, то есть ваше вот, ну как я объясню, просто когда дома, дома и стены помогают, да, то есть находишься в отделении, под рукой все инструменты, оборудование и так далее. Ну, есть ли какие-то требования к тому инструменту, который переносной? Хуже оказывать где-то выездные вмешательства или... Ну вот... Безусловно, то место, где оказывается помощь, то есть там, где вот мы говорим про наши эндоскопические манипуляции, оно должно максимально быть оснащено в первую очередь самой эндоскопической аппаратурой, которая позволяет максимально информативно оценить состояние, там, в данном случае, желудочно-кишечного тракта, ну, как правило, верхних отделов. Одно дело, когда доктор смотрит в окуляр фиброскопа, и дальше взаимодействие с ассистентом, которым выступает медсестра, происходит словами. Другое дело, когда это на экране, и все видят, ну, что там происходит, и гораздо легче взаимодействовать оператору с ассистентом. Вот. То есть эндоскопическое оснащение, что это должны быть видеосистемы. Принципиально, принципиально важным является у таких пациентов возможность наличия автоматической ирригации. То есть для отмывания поля зрения пациенты с кровотечением, у них могут быть активное кровотечение, и когда у тебя поле зрения заливается кровью, сгустки крови мешают осмотру, то без возможности вот этой активной ирригации и, естественно, аспирации через эндоскоп просто невозможно работать. И для этого как раз нужны такие, такое оборудование, как ирригационная помпа. И поэтому, ну, и оптимальные эндоскопы, которые имеют в своей конструкции дополнительный канал для подачи воды. Олег Юрьевич, следующий вопрос. Эти пациенты с наркозом или нет? То есть как происходит на отделении? Ну, если пациент в шоковой операционной, то вот эти все манипуляции будут происходить с анестезиологическим пособием, поскольку в шоковой операционной всегда находится бригада анестезиологов и анестезиологическое пособие осуществляют именно они. Уж какой тип, вид этого пособия будет, это определяют именно они, реаниматологи, анестезиологи. Будет ли это интубация, будет ли это внутривенная седация, это, ну, как говорится, их дело. И они выбирают тип наркоза, тип анестезиологического пособия. Но в целом, конечно, если это реально кровотечение и нам предстоит какие-то там манипуляции, то оптимальным было бы интубация, когда у нас дыхательные пути защищены. Когда интубационная трубка, так сказать, обтурирует трахею. Аспирация риск высокий. Это защитит пациента гарантированно от возможной аспирации в ходе наших манипуляций, которые могут быть длительными, количество содержимого в желудке может быть большим. И, конечно, интубация трахеи в этом случае совершенно необходима. Еще есть один нюанс. То есть у вас же пациенты, они экстренно приезжают. То есть человек дома, что-то случается, диагноз логично-кишечное кровотечение попадает к вам в подготовку вот этих больных. То есть понятное дело, что это может вечером после обеда еще когда-то произойти на свадьбе. Как правило, никакой особой подготовки нет. То есть если пациент заезжает в больницу с диагнозом ЖКК и при этом, так сказать, демонстрирует там в пленном покое рвоту кровью, или у него, так сказать... Все бегут в эндоскопический кабинет. С характерным запахом милена, так сказать, из него выливается. Тут особой никакой подготовки ему осуществляться не будет. Достаточно короткие сроки. Если говорить про, скажем так, законодательные аспекты, то в наших регламентирующих документах в стандартах оказания помощи там указано, что в течение двух часов с момента поступления уже должна быть выполнена эндоскопия. То есть это вот те сроки, когда мы обязаны... То есть потом при оценке такой истории болезни эксперты обязательно обратят внимание, когда пациент поступил в больницу и когда была выполнена эндоскопия. Зонт желудок, промыть желудок, перед этим пользуетесь? Такой опционит? Всем перед эндоскопией зонт желудок не делается. Но может быть ситуация, когда мы зашли эндоскопом и вообще ничего не видно, вообще как бы вот просто нет никакого пространства свободного, все занято кровью, сгустками и так далее. То тогда исследование эндоскопического может быть прекращено. Дальше уже руками дежурного хирурга толстый зонт заводится в желудок, проводится отмывание и после вот этой подготовки, достаточно экстренной, можно сказать, подготовки, повторно мы осматриваем в несколько лучших условиях. Практически никогда не бывает вот прям чистый желудок после этого, поверьте, но уже условия для визуализации, как правило, все-таки лучше. То есть промывание желудка по необходимости, по необходимости, когда мы эндоскопически не можем там вообще ничего увидеть. Контроль у этих пациентов каких-то биологических параметров, не знаю, там сердцевиение, там сатурация, еще чего-то проводится во время эндоскопических исследований? Ну, то есть требуется вообще подобной такой практики или нет? Ну, оно, конечно, необходимо. Не тогда, когда он в шоковой палате, там понятно, он уже подключен ко всем мониторам и так далее, ему седацию дают. Там они в любом случае мониторируются, мониторируются и сердечная деятельность, и дыхание, и насыщение крови кислородом, сатурация, все эти параметры там само собой как бы отслеживаются. Как происходит у нас, если пациент с диагнозом ЖКК без шокового состояния указывается у нас на отделении? Тут ситуация несколько в другую сторону. У нас лучшее эндоскопическое оснащение, у нас стойка видеостойкой, мы уже выполняем исследование видеоэндоскопом, эндоскоп с WaterJet канала, у нас помпа всегда имеется в составе этой стойки, мы можем эффективно отмывать, но в этом случае рядом с нами нету анестезиологов, нету реаниматологов, и у нас нет вот этой мониторинга состояния пациента. Поэтому нужен ли он? Чаще нет, но иногда да. Вот я скажу так, то есть надо, если так говорить о несколько идеальной ситуации, хорошо, чтобы она была доступна. Большинство пациентов выполняется им эндоскопическое исследование, и... Ну, черный стул там был вчера, и сегодня он... Да, он... Ну, пациент и сам по себе, его можно состояние оценивать все-таки и... Ну, более простыми способами. ЧСС ты можешь взять, и пульс просто пощупать. Ну, за дыханием пациента тоже можно смотреть визуально, оценивать. Терминальные больные, ну, вот, которые... Терминальные больные без сопровождения рейматологов... Нет, нет, в реанимации, в шоке, то есть если вызывает, уже есть признаки, что человек уже в крайне тяжелом состоянии, то есть все равно останавливает крачен. Ну, тоже такое есть... Делёж небольшой среди эндоскопистов, то есть как вот в такой ситуации быть? То есть стоит ли его смотреть? Да, тут могут быть дискуссии, эндоскопист будет скорее склоняться к тому, что зачем это делать, ну, пациент огональный. Но это вопрос, который скорее, ну, на... Как говорится, в зоне ответственности хирурга. То есть... Лечащим врачом. Лечащим врачом в данном случае выступает дежурный хирург. И он принимает решение. И он принимает решение выполнять эндоскопию и выполнять попытку эндоскопического гемостаза. Поэтому подискутировать можно, пообсуждать можно, каковы перспективы наших действий, каковы условия необходимы для выполнения этого вмешательства, чтобы обязательно там интубировано, обязательно анестезия и так далее. Если всё-таки хирург говорит, что нет, давайте всё делаем таким образом, значит, действуем по такому сценарию. Осмотр, полный желудок крови, сгустки, фиксированные сгустки убираете? Да, сгустки с язм надо убрать, и более того, это во всех рекомендациях прописано, потому что на самом деле вот этот фиксированный сгусток, а это Форест 2Б, он, кстати, может быть, вот я так сам задумался, и пока я не знаю, у кого спросить. когда ты видишь фиксированный сгусток, а из-под него подтекает свежая кровь, это Форест 1Б или это Форест 2Б? 2Б. Да. Или это как вот в Париже тоже есть там 2 плюс 2С, вот это тоже из этой серии, 1Б плюс 2Б. Ну, тут, наверное, сложный вопрос в этих классификациях, то есть, если углубляться, значит... Но, в любом случае, вот говоря про сгусток, сгусток нам прикрывает собственно тот источник кровотечения, а это всегда вот такие случаи, это язвенное кровотечение. Он нам мешает визуализировать и точно локализовать сам источник. Поэтому сгусток нужно удалить тем или иным способом, от смывания листрой воды, присасываясь к нему, отдирая. Если он достаточно плотно фиксирован, можно петлей для полипактомии его захватить и попробовать убрать. И тогда мы, собственно, увидим тот пенек, тот вот сосуд, который был источником кровотечения. Продолжается ли из него кровотечение, или там нет кровотечения, мы видим этот вот visible vessel, то есть, видим и сосуд. Сосуд, он такой в виде розового пенька, возвышающийся над поверхностью. Все. И тогда мы можем прицельно уже... То есть, в любом случае вы осуществляете удаление сгусток. Да, стараемся удалить сгусток. Если не удаляется технически, теми средствами, которые есть, там петля, будь то, колпачок, струя воды, все, что есть под рукой. Какова тактика такая вот в этом отношении? Если у эндоскописта он перепробовал все возможности, которые есть в его арсенале, и он не удаляется, хотя мне это трудно представить, вот тогда тут... Эритромицин какой-нибудь, что-нибудь из-за этого самого нет? Не пользуетесь таким вещами? Эритромицин внутривенно... Ну, с одной стороны, мы не пользуемся, но это известный факт, что при внутривенном введении эритромицина, он вызывает прокинетическое действие, и желудок начинает достаточно активно верхний отдел ЖКТ перестальтировать, и содержимое желудка эвакуируется. Но это относится к свободно лежащим в полости желудка сгусткам. А тот сгусток, который фиксирован к источнику кровотечения, он удален не будет. Но в этом случае, если мы видим плотно фиксированный, который нам не удалось удалить, и там из-под него не подтекает, нет продолжающего кровотечения, скорее всего, оставим его для дальнейшего наблюдения. Пациент будет продолжать... Как часто наблюдать тогда? Вот хорошо, мы оставили вот этот сгусток, и теперь должны ходить вокруг него таким... Хорошо. Можно я перефразирую этот вопрос? Если мы нашли источник кровотечения, выполнили эндоскопический гомостаз с тем или другим методом, их целый арсенал имеется, сразу их назову. Контактные, это диатермокоагуляция, там зондома, диатермокоагуляция с щипцами гемостатическими. Бесконтактные, это аргоноплазменная коагуляция, инъекционная, это обкалывание вокруг этой зоны адреналином, либо гораздо реже или почти никогда не применяющаяся склеротерапия, когда нужно очень небольшим количеством, очень прецизионно прямо в область сосуда вкалывать раствор. И механически, это клипсы. Если осуществлен эндоскопический гемостаз, когда делать контрольный осмотр? Его не надо делать. Его не надо делать, потому... Многие даже в СОПах прописывают, что через сутки контроль. Зачем? Зачем? Да. Если пациент проявляет признаки стабильности своих витальных функций, у него не проседает гемоглобин, у него не ухудшается его состояние. Зачем туда лезть эндоскопом? Чтобы сделать что? Или какие там могут произойти признаки, которые могут изменить нашу тактику? Знаете, о чем мы не обсудили, Олег Юрьевич? Да. Сейчас вот понимаю ваш ответ. Что считается рецидивом кровотечения? Рецидивом кровотечения будут считаться... Это я сейчас пытаюсь не какой-то формальный из учебников ответ, а сам сформулировать. События, которые указывают на возможности этого кровотечения. Что это может быть? Снижение гемоглобина. Кстати, это бывает достаточно нередко. То есть пациент абсолютно стабильный, у него самочувствие нормальное, но по анализам крови у него гемоглобин был 90, стал 80. Снижение гемоглобина. Это признаки рецидива. А вот сам рецидив. Так вот, это повод, вот такие события, это повод выполнить эндоскопическое исследование. Я чуть-чуть расскажу, почему родился такой вопрос. Потому что мы когда обучались в Японии, и в беседе спрашивали своих коллег японских, как бы, у вас остановка кровотечения, и вот в каком случае вы оперируете этих больных? Ну, или оперируете, или вообще, ну, как, ну, конечно же, говорит, рецидив возникает, кровотечение, ну, и тогда уже повторно просто берем в операционную. И наблюдали такую интересную картину, когда вот приехал пациент с кровотечением, они ему остановили кровотечение, отвезли его в палату, через час он снова его везут обратно в тот самый в кабинет, и снова останавливает это кровотечение. Ну, мы же только вот беседовали, говорю, как бы, вот вопрос, как бы, вы же сказали, рецидив, говорит, как бы, вы оперируете? Нет, это не рецидив, говорит, это не остановленное первичное кровотечение. То есть, вот вопрос к этому он задал, то есть, ну, есть ли у вас какое-то понятие, что у вас считается рецидивом кровотечения? Вот такого формализованного, что, например, в течение часа ближайшего это не остановленное вот первичное, да, а вот через сутки это уже рецидив, то есть, я так понимаю, что здесь именно вопрос временных вот этих... Скорее всего, да, я подзываю, что это именно так. Это все та же волна кровотечения, или это уже вторая волна, вот когда она второй волне, это уже рецидив. Вот таких временных рамок у нас нет, и вот никогда от хирургов такого не слышал, что нет-нет, мы там еще будем продолжать попытки эндоскопического гемостаза, потому что это еще вот все первичное идет попытки остановки. Но это несколько такая, ну, можно сказать, игра терминов, неостановленная первичная волна, это рецидив кровотечения. Скорее будет оценка комплексная, вот исходя из состояния пациента, его возраста, коморбидности и так далее. Более такого сохранного пациента при вот этих признаках возобновления кровотечения, скажем так, более общими терминами, его скорее прооперируют хирурги, потому что резервов у этого пациента больше, и все-таки если случился этот вот рецидив кровотечения, то у такого пациента больше шансов быть вылеченным более радикальным хирургическим способом. А вот если пациент очень такой пожилой, коморбидный, там, с массой других хронических заболеваний, вот его будут максимально пытаться консервативно вести. Тогда будет и вторая попытка гемостаза, и третья попытка гемостаза, и четвертая попытка гемостаза, потому что при хирургическом вмешательстве у такого пациента шансов, ну, прямо скажем, достаточно сложных, чуть-чуть больше ноля. Олег Юрьевич, и вот возвращаясь опять к сгустку, то есть, закончить эту тему, то есть, ну, такая практическая ситуация, то есть, человек вот увидит сгусток, понимает, что убрать сложно эндоскопически, ну, тяжело, конечно, представить себе это очень легко представить. Надо просто работать в больнице, вроде нельзя его искать. Хорошо, да, не убрать этот сгусток, да, и есть какие-то вот, ну, ваши там личные наработки, там, или, не знаю, какие-то рекомендации в плане того, что можно сделать с этим пациентом, чтобы источник не узнобился, может быть, его там вколоть или еще что-то сделать. Ну, если полость желудка там в большей части заполнена сгустками, и при этом мы увидели, то есть, фиксированный, источник... Речь идет о фиксированном, да, то есть, мы предположительно понимаем, что там висит верхний, средний, там, третий. А то есть, все-таки, сам источник мы смогли визуализировать? изгусток оттуда убрать нам не удается, да. Да, в этом случае инъецирование, оно еще на несколько часов добавит вот эффект. Ведь мы обкалываем в этой зоне, вводим в подслистый слой, собственно, раствор адреналина. Адреналин обладает вазоконстриктивным действием, это спазм сосудов, и это действие продлится, ну, какое-то время, там, час, полтора, два. Вот. Это время, когда за счет вот этой вазоконстрикции будут условия, когда сможет ретракция тромба более плотно затрамбироваться кровоточившей веточка артериола. Ну, вы применяли, да, такой вот метод? ну, применяется доступный, вот то, что можно применить, то и применяется, это хуже точно не сделает, обколоть адреналином, несколько улучшить исходы, да, я не могу это подтвердить там какими-то статистическими данными, ну, таких. Нет, ну, есть просто свои наработки, опыт, да, это можно сделать, это можно сделать, что хотя бы обколоть адреналином. Но прежде, я так понимаю, все равно вы наставите на том, чтобы сгусток стараться убрать, то есть это в том случае ситуация отчаяния, то есть когда не сделать. Вот в этом случае, когда нам не удалить сгусток, и мы все-таки обкололи адреналином, на этом закончили. Это вот, скажем так, не совсем стандартное применение инъекционного гемостаза. Вот инъекционный гемостаз в виде введения через инъектор раствора адреналина, это все-таки способ остановки активного кровотечения, для того, чтобы его перевести в неактивное или просто остановить. И это требует какого-то наблюдения, ну приблизительной временной рамки, то есть вот как заведено в учреждение, то есть ну мы понимаем, мы не убрали сгусток, но мы при этом обкололи адреналином, мы понимаем, что риск рецидива здесь достаточно высокий, кровотечение у этого пациента, возобновление, да, то есть, соответственно, есть ли какие-то временные рамки, то есть эндоскопист срога должен там через час его еще снова посмотреть, потом опять через час. Нет, вот там часов каких-то такого нету, и скорее это будет необходимость такого повторного пересмотра в зависимости от локализации, если это малая кривизна, там 5 сантиметров язвы с подрытыми краями, колезная какая-нибудь, и мы там не смогли отковырять этот густок, то скорее всего, скажем, на следующие сутки, то есть сутки, ну около, да, примерно, ну то есть это не час, не два, через час-два там особенно... Некоторые учреждения, я знаю, что если требования привели к гемостазу, начинают тому смотреть через каждые там два-три часа. Нет, вот это, по-моему, излишне, это не нужно. Олег Геевич. Должно быть какой-то такой вот период, когда уже что-то там изменится, уж по крайней мере сгустки эвакуируются из просвета, реализируется тот фиксированный сгусток, который был фиксирован. Он, кстати, за сутки еще не уйдет полностью, но он уже превратится в такой небольшой, не мешающий манипуляциям объект. Спасибо большое. Олег Геевич, мы затронули такую интересную тему, которую мы... Далеко не все обсудили, это только очень поверхностно, такие основные моменты. И вопросов все больше и больше возникает. Спасибо вам огромное за такой более подробный рассказ. Рад встретиться еще. Да, я думаю, что мы еще обязательно с вами побеседуем. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, подписывайтесь на НДПАК-шоу, ставьте колокольчики себе и лайки, естественно. Да, пишите в комментариях. Мы будем, естественно, ориентироваться на ваши вопросы и дальше будем раскрывать эту тему. Спасибо огромное. До свидания. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! До свидания! Продолжение следует...